На данный момент в Солнечногорском районе 66 беженцев с юго-востока Украины, из них 16 детей. Пока все они проживают у родственников и знакомых. Но эта цифра может увеличиться, поскольку Московская область является привлекательным регионом как для жизни, так и для работы. В Солнечногории для беженцев из Украины готовятся три места массового размещения. База отдыха «Березка», компонент и дом отдыха «Спутник». Дом отдыха «Березка» готов принять 100 человек. Дом отдыха «Компонент» 200. В настоящее время занят. Свободные номера планируются только в сентябре. Дом отдыха «Спутник» 30. В районной администрации уверяют, никого из беженцев не оставят без внимания. К решению их проблем привлекут и коммерческие структуры. Как рассказали представители Солнечногорского союза промышленников и предпринимателей, некоторые предприятия района имеют квоты на использование иностранной рабочей силы и готовы принять на работу беженцев. Кроме того, предприниматели Солнечногории и местный благотворительный фонд уже принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для нуждающихся и пострадавших от военных действий на Украине. Это будет адресная помощь конкретно или пунктом размещения беженцев, или конкретно адрес какому-то району Донецкой или Лиганской области. Среди оказавших помощь компания «Нефтегаз» комплект «Монтаж» на средство, которое было закуплено продовольствием и лекарственные препараты. С одной стороны, и компания сама сделала перечисления, и все сотрудники организации, кто пожелал, соответственно, поучаствовать в оказании гуманитарной помощи, тоже смогли внести свою лепту. Не остались в стороне и партийные организации. Региональный общественный фонд поддержки партии «Единая Россия» открыл специальный счет, куда физические и юридические вица могут перечислить средства для оказания благотворительной помощи. Реквизиты на ваших экранах. При перечислении денежных средств в назначении платежа нужно указать «Добровольное пожертвование на оказание помощи беженцам с Украины без НДС». Юлия Беспалько, Олеся Забелина, Дмитрий Маракасов, Евгений Корнилов. Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». «Наше время». «Наше время». Продолжение следует...